Смертью смерть поправ, Иисус, чему грабежи, у дорога. Христос, воскресенье измертный, Смертью смерть поправ, Иисус, чему грабежи, у дорога. Христос, воскресенье измертный, Смертью смерть поправ, Христос воскресе! По истину воскресе! Христос воскресе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я вчера был на богослужении, пришел, пораньше еще нет, стоял. И я стоял, и я, когда протодиакон говорит Эктинью, я ни одного слова разобрать не могу, только догадываюсь, что он сейчас это говорит. Но я догадываюсь, потому что за 30 лет я уже мог как-то немножко запомнить все. Вышел читать и апостола, и Евангелие. Я ни одного слова, Евангелие я вообще, думаю, а утром я не прочитал. Думаю, я пойду в храм, я услышу, я уже не встал дома, помолился кратко и пошел. Думаю, я иду в храм, там узнаю все. Но я не мог ничего услышать, ни одного слова я разобрать не мог. Такое чтение, так читает. Но он видно, что очень старается, сильно старается. Он на каждый вздох набирает, вот так вот, поднимется, потом когда опускается, опять поднимается, опускается. То есть он весь в этом. Старается так, чтобы никто ничего не понял. Очень. Очень. Поэтому я вам советую, когда идете дома, прочитайте апостольское, евангельское чтение. Чтобы будет, если не поймете там что-то, то знаете, ага, он сейчас читает, наверное, вот это. Вот, чтобы вы хотя бы догадывались, о чем идет там чтение. Я не мог догадаться, о чем он читает. Потом уже пришел, когда домой, что ж я думаю, с утра-то не прочитал. Ах, вот оно, о чем оказывается. Оказывается, было. Остальные-то люди, и удивительно, люди стоят, смотрю впереди меня, стоят люди, стоят всю службу, никуда не шелохнуться, даже не переступят с ноги на ногу. Полтора часа. Стоят все. Вот, ну, потом оживились только люди, когда стали раздавать сумочки для Артаса. Раздавали всем полетели маленькие мешочки, чтобы не это, не крошить, а чтобы мешочки. Объявляют, у кого не будет мешочка, Артаса не дадут. Люди все побежали тогда в эту лавку, там раздавали мешочки, ну, бесплатно давали эти мешочки. Вот тогда, вот так вот было, значит. Ну, ничего, все равно помолился, я был о чем молиться. Ко мне какие вопросы? Совершенно не здесь. Не надо, слушайте. Слушаю вас. А? Мешочки у нас... Есть, я вчера нарезал, вот, не мешочки, а бумажки, большие листочки, специально, вот. Вот, да. Чтобы хорошо можно было завернуть. Мне советовал Владея, говорит, надо пополам, я говорю, нет, пополам разрезать, оно не завернется сильно хорошо. Поэтому в такой листочек можно кусочек Артаса завернуть хорошо. Все берите вот листочки, заворачивайте. Какой храмик попробуете? А? Какой? Димитрий Ростовского был. Димитрий Ростовского был. Храм хороший, великолепный храм, построили очень храм, там сделано, видно, что труда очень много, там висят старые фотографии, в каком он был состоянии, когда его брали, там все было, купола не было. Купол был, значит, обваленный, там стены разрушены, и восстановить какое-то, ну, практически заново отстроено весь храм. Вот, и там все, у них много помещений таких пособных, там, где с детьми занимается воскресная школа, все оборудовано очень хорошо. Вот, там для работников, где есть, там и столовая, что покушать можно, потом настоятель меня угостил завтраком, позавтракали. Очень хорошо. Ну, не слышно. Ничего, слышно очень сильно, слышно. Там могу подключить, но ничего не понятно. Хор поет, еще поет, батюшка говорит, батюшка так, говорит своим голосом и негромко, то батюшку понятно, батюшка говорит хор. Но про Тадьякон как выйдет? Ни одного слова, ничего не понятно. Он говорит, значит, таким голосом, да еще, а там акустика такая, он идет только по храму, о-о-о-о, ничего не понятно, не мешает. Ну, ладно, значит, напоминаю, что 11 мая у нас праздник потеряется, и день деревни, и день нашей общины. Кто желает быть на празднике, милости просим, приезжайте. Это сколько лет? Сколько лет? Ну, наверное, 23 года. 23? 23 года, наверное, будет. Если это было в 91-м году, 14 мая я приехал, то будет уже 23 года. Вот, 4 часа дня мы приехали втроем. Я, Надежда Васильевна и Валентина Шитикова, Афанасьевна, Валентина Афанасьевна Шитикова, втроем приехал. И я с Киргизии ехал, привез с собой 8, значит, гусят, 2 курочки и петушка маленький, декоративный. Вот это было первое хозяйство. Я приехал с гусятами, значит, и это. И мы вечером пошли с Надеждой Васильевной в рыбок договориться корову, договорились корову. И утром мы пошли к обеду, мы уже дома ели свое молоко. Уже подоили корову, ели свое молоко. Деньги все сколько были, на корову отдал, все, у нас больше не осталось ни рубля в кармане. Все деньги. Но зато у нас была корова. Я первую ночь сплю, и в сон, приснился сон, что... А я ее привязал возле палатки корову. У нас в палатке ничего не было, возле палатки. И вижу, что корову украли, увели. Я как проснул, как выскочил из этой. А корова лежит и пыхтит, наелась, трава-то хорошая, она наелась и пыхтила. Я думаю, слава богу, никто не украл жива корова. Вот приснится такое сон, что корову украли. Вот это было 23 года назад. Вот так вот. Ну а дальше все, помаленько начиналось. Я... Поехали мы сюда с Людой, Янчук. Ей, наверное, там в больницу было зубы. Ну и нас довез до трассы Дьякон. И ждем, стоим автобуса. Должен автобус прийти. И вдруг... Идет машина, иномарка. Подъезжает потихоньку. К нам останавливается. Дверь открывается. О, батюшка, а ты что здесь стоишь? Садя, смотрю. Валерий Григорьевич Игонин. Бывший директор Катниковский. Сейчас он главведврач района. Главный ветеринарный врач района. Едет в город. Садитесь. Я говорю, конечно, садитесь. Довез нас до Попова. Улицы там. Мы вышли уже на автобус. И всю дорогу проговорили. Это первый человек, который нам очень сильно помог. Он приезжает как-то, а мы на себе из околка веревкой делаем там покаты и таскаем бревна. Нам надо было там спилим какую осину и где-то там на столб, на перекладину. А он смотрит, а что это вы, мужики, делаете? Ну как, ну видишь, что, делаем веревкой, а мы тянем трое, там четверо бревно-то, тянем его. А почему вы лошадь? Да я говорю, просил, в Корсе не продали, на урывке не продали, нет. Это, ну что ты, ну и все, поговорили, он уехал. И прошло дня три, в воскресенье, мы только отмолились в палатке, вышли из палатки. Смотрю, подъезжает человек какой-то на лошади, в седле и кричит, кто здесь такой? Да. Я, вот он такой. Он слазит с лошади, вот вам лошадь поводи отдает, седло это мое, седло я забираю, а лошадь с седечкой, значит, вам. Подарил, что ли? Я говорю, да как что, ничего, мне сказано было вам пригнать лошадь и оставить, и все, за мной сейчас приедут. Потом смотрю, приехал этот москвич такой, этот каблучок, как называется, там этот зоотехник за ним приехал, а так он его. Я говорю, да что, мое дело маленькое, директор сказал вам отдать и все. Ну и все, потом недели через две он привозит квитанцию, на, что мы купили у них как бы мясо-конину, вот по такой там цене, по какой-то, ну вышла она. Падаль, падаль, падаль. Как 1300, ну нет, не падаль, потому что что ты говоришь. Вот так было у нас изумруд первое. И тогда мы уже на лошади стали бревна таскать и глину месить, а то мы носоман ногами ее затоптали. А знаете, как тяжело глину? Ногу засунешь туда, она в сапогах, и нога из сапога вытаскивает. Так мы уже так, чтобы сапог к ноге привязывали, чтобы он, нога из сапога, чтобы не вылезла. Чтобы это. Ну а потом мы уже лошадью стали, здесь у нас дело пошло. Ну вот так вот было. Вот этот человек, он потом еще, мы уже сына Тихонович в дом, когда достроили, и печку докладываем, а уже луна светит. Темно. Это был уже октябрь месяц, где-то 13 октября. Примерно. Вот. А еще светло было, смотрим, он подъезжает. А они там, поля были недалеко от нас. Подъезжает. Ну мы поговорили, что за печку докладываем, трубы нет у нас, не знаем, где трубу взять. Ну и все, он уехал. А вот мы когда докладываем, уже все, печь, только бы трубу, слышим какой-то грохот. Грохот такой идет, мы что-то такое, откуда? На небе ничего не видать. Ну просто. Смотрим уже по деревне, мы думаем, что же такое? А он на УАЗике был. И железную трубу, там это, от нори, или где-то там, ну, зерно, где перерабатываем, она такая квадратная. Он ее прицепил, и молокет ее, а там километров, может, 15, это от их бригады, где бригада-то. И он эту трубу-то нам приедет. Мы тут же трубу поставили и затопили. У нас русская печь была, там, то вот молодые сестры были, там приезжали, когда в гости-то там на праздник, там по 20, по 30 человек приезжало, даже больше. Там на печке как лягут на этой вот так вот, рядами-то. На палате я палате взял, на палатах, на печке там спали. Все было очень... Ну вот так этот человек нам так помогал все время. И так, где-то что-то там пришлет, и такой очень он доброрасположенный был, и по сей день мы так с ним, как и добрые отношения, скажем, дружим просто. Ни одного праздника не было, чтобы он не позвонил мне и не поздравил. Любой какой-то религиозный праздник там, даже может незначительный, я даже как-то в другой раз и рывал. Батюшка, с праздником! Я думаю, какой праздник? Вот там уже называют, какой-то такой, ага, ну, праздником. Всегда так вот. Я пригласил его, ну, приеду, а мне гитару взять, я песни спою. Я говорю, бери, споешь. Я добавлю, что представить его, это примерно вот как у нас Глушков Игорь, но только могутный, не без всякого лишнего. И он, это чемпион по каким-то поднятиям. Гири, 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 гирями занимался. Ну, когда молодой, моложе-то был, гирями занимался. Ну, и он всегда так спрашивает, как у вас там, да что там это все. А его, значит, Афонин-то, наш участковый, это его зять, он женатый на его сестре. Это сестра Валерия Григорьевича, это жена нашего участкового. Вот, а он тоже участковый такой мужик, ну, расположен и так, позвонит в другой раз там. Аким, тихо, ну, как у вас там, все в порядке, никто вас не обижает там, что. Вроде, если нас кто-то обижает, то он приедет, даст тем самою. А он едет, он спрашивает, как там зять-то мой вас это, навещает. А я не знал, я говорю, а кто он, зять, какой это. Я не знал, что его сестра-то это, она учительница работает. А Люда-то ее знает, Татьяна Григорьевна. Ну, и вот так вот, мы вчера так доехали хорошо. Ну, рассказывать долго, история эта большая, давайте заниматься. Я, батюшка, коротко про Афонина скажу. Вот милиция, везде ее ругают, там, хапают на дороге, зря штрафуют. Это милиционер другого склада, он держит сколько коров? Ну, сейчас он нет, уже в прошлом году он убрал. Было у него восемь, что ли, коров? Представьте, и сам все управляется, другое хозяйство, ему не надо обижать людей, он труженик. Ну, у него было даже рассказывать так, что там кто-то там, ну, что, на полигане, он говорит, так, или пойдешь туда, или иди на коровник, у него навоз вычести там, этого, кто-то в этих, местах 15, ну, свои, 13, ну, тут сразу, конечно, смотри, а другой раз, если будешь, я тебя, значит, на 15 суток оттуда отдам, что ты еще будешь сейчас, все. Сходясь, там, свиньи держал, он там сколько у него, там, свиней, наверное, тоже не один десятый был, сильно хозяйство хорошее. Ну, дети, я говорю, а зачем тебе такое, я говорю, хозяйство? Ну, как, у меня вот дети там отучатся, там, в институте, там, это, да, еще там, а теперь там замуж выдавать, женить надо, как, надо, значит, отделять, там, что-то это, и вот он. Так, я сейчас отъявляю, спрошу. Держался. Так, ну, что еще? Так, все, сеять не начали еще, бояться. Идет к нам циклон. Запада. Передают по новостям, я слышал, в Екатеринбурге за один день выпала снегу двухмесячная норма. Машины от, там, Камышлов, город, он недалеко от Екатеринбурга, вот. На дорогах пробка на 14 километров машины. Там шел автобус с детями, ну, и он последний, ну, детей как-то там вызвалили их, Камышлов там отвезли где-то в интернат или куда эти, экскурсии ехали дети. Их там накормили, говорят, обогрели, потом на поезде их отправили до Омска, они что ли, нужно было им. А в Омске, когда поднялся, прошел ураган, на остановке, на автобусной люди стояли. И ветер так донул, что остановку перевернул, и одна девушка попала ее насмерть. 21 год. Погибла девушка. Это передают по новостям, несколько раз передавали. Что такой ветер, что, видно, плохо была закреплена эта остановка, ее перевернуло и придавило, девчонку придавило. Вот этот циклон движется сюда. Докуда он дойдет, может прийти к нам, так что не расслабляйтесь. Наслабеет пока дойдет. Ну, может быть, дай Бог, чтобы... Так, у меня вопрос, который нужен, чтобы все в него вникли. Вы помните, в житии, в Батии написано, когда Яков шел навстречу брату Исааву, и он страшился. Он не знал, как, потому что он его обманул, благословение отца слепого Исаака, взял, и он разбил стан свой на два стана. А впереди послал дары. Идут 50 коров, 30 верблюдов, там, 500 овечек. А тот послал воинов своих. Там 300 человек. А что это за такое? А это в дар Исааву, брату моему. Он задабривал и задабривал. И когда впереди, вышел сам, а за собой-то бережена дети. И один встан, а второй встан, спрятал все песни. Один отнимут, то у меня что-то останется. Вот это я всегда делаю так. У нас книг много, мы сами издаем. Самим надо хранить, самим сберечь. И в одном месте очень опасно. Это и воры, и пожар, и непогода. Было такое. Я развез повсюду. У кого на руках книги мои? Поднимите. Так, мне нужно тщательно проверить. 30-го, 29-го, как будто кто-то ночью залез, а эти книги были ближе всего к выходу. И будто бы кто-то вынес. Там должно быть не менее, ну, я не могу точно сказать, но 300 томов. По 300 томов. Креги вот такого вот размера, по 752 страницы. Нигде нету. Ну, Игоря Дагунова спросить, у него же много книг. Были, ездили, наверх поднимались, нигде нету. Это для меня было как просто неожиданно. Поэтому недостающие на нынешнее, а мне на нынешнее нужно по 120 экземпляров каждой книге с собой взять. Это 3700 килограмм я беру сразу только. Машину надо нанимать. Это уж Николай сделает так. Найти книги. Помогите и помолитесь. Пока восполняют тем, что потеряют, увезли, теперь оттуда привозят, разрывают общее количество. Ну, там немного. Там больше ста-то и не было экземпляров. У меня приближается время, когда вот этот вот май месяц наступит. И на май месяц что у нас намечено? Вот это день деревни. Об этом надо всегда молиться. Деревня и наша община, мы неразрывно связаны, как одна община. Хотя это две общины. Вот батюшка говорил, это далеко, он сказал, и далеко-далеко не все. Самое удивительное, совершенно незнакомые нам люди приезжали на самосвале, привозили материал, вот бывает везут, когда где-то бревна по поезде, и стоят стояки, ими стянут. Эти стояки, ящики из-под пива, а у нас все дорого это было. Ну, одна дощечка, ну, нет ничего совершенно-то. Там гвозди вытащим, выпрямим, приезжали журналисты, все работали. Зима, и негде жить. Совершенно незнакомые люди помогали. И они теперь встречаются иногда, а я вам привозил то-то, на храму нужно было плиты железобетонные, там осталось еще перекрывать. Вагон лесу сразу батюшка выписал, вагон. Это крыша, большая крыша на школы, над храмом. Все своими силами. Поэтому в России погибших 17 тысяч сел еще. Ну, у меня данные устаревшие, нынешне говорят, уже за 20 перевалило. Тысяч. Это невозможно же представить, что мы потерпели в стране. Но рассуждать можем, ахать, плакать. А конкретно, вот участок земли получили, начали работать, строить дома, посеяли. С помощью других за все рассчитывались. Нам от мирских людей только вот такое, по мелочи, что, кажется, не нужно было. Достали второго коня. Мы-то не знаем, как мы кому-то мешаем. Почему? Наши земли, когда нас там не было, потерявки 20 лет, их отдали Корченским. У них тут были покосы, они прижали, садили. И теперь вдруг явились какие-то, они нас кричат попы. Это все, теперь мы оттягиваем назад. Лошадь рядом пасет. Соколочек, ну, батюшкин где. Прибегает конь, батюшка даже не знает, что он храпит такой. А конь хороший такой был, изумруд звать. А ему железный штырь вот такой в спину воткнули. Еще, батюшка, с ним было? Ну, ничего, зарезали сразу. Представьте. Я штырь-то вытянул, когда я выдорчил, когда воздух-то пошел, он сразу упал. Ну, что, зарезали. То есть, меры, беззаконие, нет, это все дьявол научает уделить. Ну, а теперь Бог милует. Что-то где-то воровали когда-то, что на улице оставалось. И постепенно... Когда мы первый еще год начали, я заявил, что будем здесь селиться. То очень забеспокоились местные власть имущие. Тогда еще была, значит, партия. Приезжает первый секретарь райкома, Куфаев Александр Алексеевич. И вот ходят все. Нет, вы давайте, не надо здесь. Вот мы вам дадим квартиру. Где же Ладинка, в Ермачихе, там, в Трубачево, там, в любой там деревне, где есть. Хорошие квартиры, там и работа будет, и все. Только не селитесь. Я говорю, мы приехали домой. Мы вам ничем помочь не можем. У нас там крыша детского сада бежит, там, в школе там надо ремонт, у нас нет ничего. Мы вам ничего не можем помочь. Я говорю, можете. Дайте, я говорю, слово, что вы не будете мешать. Вот это я вам и обещаю. Пожалел руку и все. Потом прошло лет, наверное, восемь. Он стал заместителем губернатора по сельскому хозяйству. И он, проезжая, заехал к нам туда. А мы, когда разговаривали, то мы на берегу пруда сидели с ним, когда он дал слово, что это. Ну и когда поговорил, он все обошел. Да, сколько вы труда здесь, я смотрю. Я говорю, это Александр Алексеевич, это благодаря вам. Вы оказали нам такую помощь. Он, да что вы, таким, да какую. А я говорю, помните, мы в девяносто первом году сидели здесь, вот и вы пообещали помочь, чтобы нам не мешать. Он, ну что вы, как вы вот это запомнили за счет этого. Я говорю, очень запомнили. Но никто не мешал. Я говорю, нет. За это вас благодарим. Очень говорю, что благоприятное время это прошло. Вот так было. А когда еще ходили, он приехал и ходили, был и депутатом был. Вот. Один. Потом он стал председателем сельсовета на станции. Иван Николаевич Писарев. Они прошли все, а он потом потихоньку сказал, мужики, держитесь, не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь. Пожалуйста. Так. Все. И все. И он потом потихоньку тайно помогал нам. Он, значит, там имел, а там была торговая база в Корчино. И однажды приходят два самосвала, полные, груженые тарой. Деревянные ящики. И опять кричат, где такое я? Куда вывалить вам? Кто? Зачем? Нам сказали привезти, вам вывалить. Я говорю, у нас нечем платить. Нам ничего платить. Директор сказал, вывалите все. Наше дело довезли, довезли все. Ну, я вывалили, они уехали. А это он, Иван Николаевич, этот Писарев-то, с этим, с директором этой базы. А этот директор этой базы сейчас глава района. Нефтебаза. Нет, не нефтебаза. Нет. Торговая база. Торговая база. Вот. Переверзов. Фамилия Переверзов. И вот он защитил нам это. А директор нефтебазы-то, я с ним поехал, когда нам было что? Керосину. У нас же не было электрики. Керосину. Ну, нет. Мы не продаем только через директора. Ну, я зашел к нему, а он такой полный директор. Ну, и когда разговорились, да, дальше и больше, он, а кто вот? Он, оказывается, учился в одном классе с сестрой, с Ириной. Ну, больше всего, познакомимся здесь совсем уже родня, считаем, что он так это очень доброжелаемый. Ну, что он? Ну, керосину, какой разговор? Сколько он? Да я говорю, да хоть литров пять. Да что литров пять? Флягу привозите со флягой, значит, наберете, да, керосин. Да, лампы, лампы. Лампы, чтобы лампы, фонарь там зажигать-то, лампы. И вот он, что нужно, там, машина, я к нему всегда приезжаю, там, и... О, Андрей, Алексей Андреевич, я говорю машину. Сейчас он на телефон звонит, там, мне машина нужна. Да у меня нет. Ну, как нет, мне срочно машина нужна. Куда? Ну, неналеко здесь мне нужна, давай машину. Он звонит, там, к какому-то, там, другому директору. Подожди, сейчас придет. Машина подходит. Так, садись, езжай. Так, заправь, заедешь к этому шоферу, заправься на заправке. Ну, а ему, говорит, там, что он ездил, дай там, что, ну, на бутылку, что ли, там, хоть, там, рубля три, там, это... Больше не давай, говорит, это... Все. Зимой тогда мы цемент завозили, с Искитима я ездил. Цемент не продавали в личные руки, не продавали частным лицам. Только нужна доверенность в хозяйство. Я опять оттуда, с Искитима, возвращаюсь, приезжаю ночью в Катниково к этому директору. А его дома нет, он где-то там, свадьба, что ли, где-то в Корсино. Ну, я ночевал, утром просыпаюсь, он уже дома, и, значит, это... Что? Я говорю, так, ну, ладно, пойдем, пошли с ним в контору. У него пока планерка там, сиди, говорит, слушай, что будет здесь у нас. Посадил там и сиди, я сижу. Ну, кончилось, пошли к Бугате, он говорит, выпиши доверенность им на 12 тонн цемента. Бугат, да как? Ну, не за наличный расчет, говорит, будет, только доверенность, что как бы хозяйство берет за наличный расчет. Я с этой доверенностью перееду в Искитим, тогда они продают. Я рассчитываю за 12 тонн и цементовоз привожу. А дорогу прочистили, а на другой день пошла метель, дорогу сравняла. Опять. Ну, а я наказал Павлу, Павел был, я говорю, если задует, то ты сразу на лыжи и на станцию. И он на лыжи, на станцию, опять директор, и он опять бульдозер посылает, и дорогу прочитали. Вот так вот, бицемент. Вот так вот люди помогали. Совсем. Сказалось бы, и нет, а оказывали помощь. Другой, значит, зоотехник привозит это. А мы, соломы-то нет, с ними нет, мы там, там где-то мешок насобираешь, пойдешь, это, ну, что, да соломы нет. После обеда привозят нам сеновоз соломы, скорченный этот, зоотехник. Прислал сеновоз соломы. О, тогда у нас и солома есть, глина у нас есть, мы копали там, все, дело пошло. У нас очень хорошо было. Ну, так вот. Ну, и дальше это все, рассказать это много чего. Но только то, что были уверены в том, что Господь отвечал на наши молитвы. Мы когда затевали это, то молились, Господь, если угодно Тебе, то благослови. Дай нам силы, разумения, мудрости в этом. А если нет, не угодно это дело, то расстрой Господи, чтобы оно не состоялось. Чтобы это было не на погибельном, а во славу имени Твоего и на радость с врагом Твоим. И вот трудно было, но зато было как-то и радостно, и все. Много кто были, приезжали, многие уехали. Одни уехали. Ошиблись, не туда попали. Думали, что здесь, ну, просто рай. Сами булки на деревьях висят. Висят, значит, молоко можно почерпнуть в пруду ведром и все. А оно, оказывается, не так. Булки не висят, их надо, значит, пахать, сеять и потом замешивать тесто, потом еще печь. Только тогда булка получается. И молоко не так просто. Нужно коровку купить, там, развести ее, накормить, подоить. И тогда только булки. Кто влился в это и понял, что только так, те, значит, образовались и безо всякой. Вот у нас остались тот Андрей Устинов. У него помощи никакой не было. Помаленьку сам начал все своими руками, строил и дом, и все. И Игорь Барабаш тоже ничего. Ему отец только корову дал. Вся помощь была корова. А дальше он сам все. Постепенно все. Жена у него городская, ни одного дня в деревне не жила. Но он сейчас уезжает в город, у них 12 коров дойных. И она 3 раза в день, ну не всех, 2 раза в день, значит, 12, там, в обед, там, 3 или 4 подоить коровы. Значит, всех она подоит, все молоко. Представьте. У Андрея Устинова жена тоже городская совсем. У вас, говорит, как вы, откуда с деревень набрали? Да с деревень у нас никого, я только там, мы все. Остальные все городские были. Янчуки приехали, ни Женя, ни Люда. Все время они городские люди. Коренные городские. Все образовались. Кто Жене помогал? Женя тоже сам своими руками. Никто ему, много ему, мать, могла помочь. Все. Но труд. Разводили скотину, как-то, значит, нашли, где рынок сбыта, там, сбывали помаленьку. Все, от этого все идет. То есть, у меня сейчас спрашивают, а вы в общиной живете, у вас все общее? Я говорю, да, у нас общее. Общее у нас вера, забота о храме, о школе там общая, об общественной жизни. Остальное все так. Принцип такой, кто как топает, так и лопает. Вот и все. Кто говорит, а мне надо. И уехали, другие уехали, предложили уехать им за нарушение устава. То есть, когда люди поселялись, устав приняли, да, мы обещаемся исполнять и сохранять устав. А потом стали нарушать. И нарушать очень злостно. Раз-два предупредили, на третий раз общее собрание вынесло предложение, чтобы они покинули. То есть, силы мы не имеем, что какой-то физической, но у нас одно действие, молитва. Кто не хотел, делали крестный ход вокруг дома с крестным ходом. И человек сразу уезжал. Все. Вот так вот. Были такие случаи. Ну что, 23 года прошло. Слава Богу. Я повзрослел за это время. Я снова возвращаюсь по книгам. Меня интересует 29-й и 30-й том «Открытым оком». Дело в том, что у нас книги здесь примерно 90 из 100 книг 90%. Это то, что мы дарим даром. Библиотеки, важные такие места, люди. Мы дарили просто. И не где-то, а в Кремле. У Путина книги есть, у Медведя, у Патриарха. Ясное дело, что они могли бы догадаться, что у меня не на что издавать. Но пока-то просто так. Видели у них библиотеки. А 10 книг. Вот нынче всю зиму запрос книг идет. С других даже республик, с Белоруссии, ханты, мансейские. Но отовсюду. И книги приходится посылать. Книги работают. Недавно один батюшка, вот только что, три дня назад прислал. Я наткнулся на ваш форум, и для меня как в тоннеле свет появился. Священник. И появился смысл жизни, когда попал к нам. Другие сейчас говорят, работаю я. Второй том. Как работать правильно с сектантами. Это море, это энциклопедия на сегодняшние дни. И вот в прошлый раз получилось так. Всегда в покое здесь даю на стол. А Татьяну Кузьминишину, вот она сидит. Она отправляет, ее увозят. А тут получилось, я почему-то вышел. Куда-то меня вызвали. И в это время остался Сергей Павлович. Ты. И Татьяну Кузьминишину. Я зашел, уже упакованы две коробки. Все проверили. Все проверили. Ошибки никакой нет. Сердце мое, ну не могу двоим не доверять. Они проверяли. Ну что не проверять. Разного цвета книги. Написано какой тонн. Вот его видно. Какой тонн. 15-й. И вдруг приходит из Терпухова ответ. И ответ какой? Безответная книга. 21-й тонн. Мы ее на зубок буквально пробовали. Целая, неповрежденная. Бывает какой-то хам. Где-то что-то мог бы сделать. Ничего. Ни слова. Ни полслова. Гадали, гадали. Другим задали. По какой причине. Что не понравилось ему. Но он просил. Ему выслали. Он рассчитался. Я только потом подумал. Да ведь, видимо, два экземпляра одной книги положили. А раз два экземпляра положили, значит, какую-то не положили. И эта версия оказалась самая правильная. Он говорит, я в командировках. Я только приехал домой. Не знаю. Но два экземпляра выслали. Да, у меня 25-го не хватает. И вчера Татьяна Кузьминиша послала. Это обошлось. Ей. Дополнительно. 100 с чем-то рублей. Так, передайте Сергею Павловичу. 100 рублей с вас. Передайте. Ну, это он знает, что. Передайте. Татьяну освободите. Там 105. 5 рублей она заплатит. Отдай. Так, 100 рублей на кон. Примите от него 100 рублей. Он сказал, сразу отдал. Так, работать очень серьезно надо. Когда я распространял пленки, то есть катушки. Вот такие там 500 метров были. Я один раз только доверил двум братьям. К слову сказать, они даже зять. И они вместо записанных, которые переписаны, заложили чистое. И ушло куда? Прибалтика. Южной Республики. Теперь от них известие к пленке не проигрывается. Они чистые. Я так аху. На какой день? Когда косно. Сразу высчитал. Это туда увезли. Теперь обратно везти. Это ужас какой. Все это на меня. Я должен теперь по отдельному делу переписывать, отсылать. С сегодняшнего дня я ни разу, чтобы... Вот, 100 рублей я возвращаю. Благодарю. То есть отработать надо ошибки свои. И далее попросить, чтобы подобного не было. А почему так? Книги некоторые, они по высоте должны быть одинаковые. А в коихте мало. А на другом много. И из другого подсовывают под них. И не посмотрели. Поэтому взяли, не глядя. Надо на ребро ставить и проверять. Не проверили. Ну, извинился. Человек-то очень хороший. Я работаю сейчас с книгами. Я столько нашел для себя. Тут нападают такие-то люди. Я ответ нашел. Книги это не праздное какое-то любопытство. Я немножко сегодня из книги за мной прочитаю. По-краткому буду говорить. Помолитесь о Валерии Сокольском. Он взял на перевод. У меня три страницы. Неделю не переведенную. А у нас на этой неделе ехать. Николай Ильич теперь. Витя пристал. А там рабочие. Это надо перевести. Делать все нужно сразу и немедленно. В этот же день вернуть. А он еще в дверях обернулся. А я через неделю перенесу. Ладно. Неделю три листика. Я могу говорить о языках. Потому что я был переводчиком с разных языков. Не просто так. А вот такую вот книгу. Я всю перевожу с немецкого. С английского. Потому что мне нужен перевод был. Перевод толкования. Я опоздал ехать за границу. Там 50 лет. Мне бы не нужны были переводчики. Я испанский язык занимался. Греческий. Французский. Немецкий. Английский. Латышский. Для меня достаточно. Сегодня ничего нет. Я совершенно другим занимаюсь 50 лет. Чтобы Валера вышел на связь. Приехал ко мне сегодня. И документы эти вернул и взял два документа и сделал. Потому что на этой неделе мы должны быть 2 числа в консульстве Великобритании. Там снимают отпечатки. Проверяют дадут они или не дадут. Усилить молитву. Второе на этой неделе у нас. 2 числа мы будем на Сибирске. Большую работу проделал больше всех это брат Виктор Петеримов. Составлял эти анкеты. Все надо на английский язык. А вопросам, кажется, там 104 вопроса. И где мой отец был? И где мать? У них главная задача такая. Не принесу ли я ущерб им? Служил ли в силовой структуре? Был ли следователем, когда работал ли? Какие у меня деньги? Кто меня финансирует? Жена где? То есть вернусь ли я, не спрячься ли в Англию? Там есть такие нелегалы. И они это боятся. Мы доказываем. Во-первых, нас... Просят приехать не кто-то, а пастор. Пастор зарубежная там община. На английском языке пришло приглашение. Спецкурьер приехал. Привезли. Это что-то значит. И мы не на полмесяца. Даже меньше. 2 недели. А нам больше 5 дней мы не будем. Но думаю, это положительно будет. Дарья, мы не первый год зарубеж. Первый год почти невозможно получить. Но у нас уже там есть. Прошел год. Шенген открыли. Виза есть. Это тоже положительно. Теперь надо, чтобы Господь усмотрел что-то лучше. Там нас ждут в Англии. Там из города в город перевозить. Когда что договорились. В Финляндии. Какие переходы. В каком городе. Где встречают. Самое интересное. Патриархия. Я повторяю еще. Запросили патриаршие храмы. И патриархия московская дала добро. На встречу со мной. Это вообще невиданная вещь. Впервые. Они как огня боятся. Еще они себе смертный приговор подписывают. Я говорить буду то, что положено мне от Бога. Я не могу приноравниться ни к кому. Но мне не дано это. И люди новые, которые пришли. Нас говорят. Именно это и привлекло. Что вы не перед кем не склонились. Вы говорите как написано. Вообще сегодня вы перед. А нету. Если баптист тянет баптистом. Православным к православным. Католик к католикам. Мы никому не тянем. Мы говорим. Боля Божия такая. Ты избери свой путь. Куда ты пойдешь. Может я и мусульманство нужен. Но запомни. Что ты без креста вечности будешь. Это я должен сказать. Деяние 4.12. Значит. А Валерий помолите. Чтобы сердце его как-то расширилось для нас. Мы нуждаемся. А дальше мы не нуждались. В нем мы не будем нуждаться. Потому что. Момент. Такой. Вот что я дал тарелки. Просьба разберите. Пожалуйста. И без моего благословения. Ничего здесь не оставляйте. У нас негде положить. Вы зайдите. Где женщина раздевается. Посмотрите. Под потолок все заставлено. У нас виноград. Виноградник. И огородчик. В прошлом году. Это. Сестра Чернявская была. Она. Кравченко что ли. Валентина Ивановна. Она была. Нынче она. Ну совсем старенькая не может. Кому нужна земля. И виноград. Ну там какие-то кисточки. Нам пришлете. Потеряю. Ребятишка. Кто возьмет землю. Даром. Вот она рядом. Колонка рядом. Земля в городе. Кому нужна. Вот живут люди у нас. Это не Украина. Сибирь. К братьям украинцам обращаются. Приезжайте. Места всем хватит. И русский язык здесь у нас не запрет. Вот несколько моментов. Которые я хотел сегодня высветить. Таинство. Семь церковь назначила. Таинство. Некоторое надуманное просто. Таинство называется. Ну. Как церковь сказала. Мы так и будем. Но. Таинство. Которое было в церкви. Были только два. Крещение. Прещение. Больше ничего не было. Венчание. Прочее. Что сегодня вокруг. Водит священник. Этого ничего не было. Праздника было только два. А не двенадцать. Все. Подогнали по двенадцать. Тут и покров. Великий праздник. Даже уже. Преображение. Преображение вообще никакой роли не играет. Преображение. Если я преображусь. Но они есть. И мы должны их людям изъяснить. И мы это делаем. Изъясняем так. Чтобы вошло это как-то под кров. Под крышку Библии. Так вот. Крещение. Мне задают вопрос. Вот как вы уверовали 50 лет назад. Вы все время кому-то говорили. Да. А если говорили неправильно. А люди эти неправильно понесли дальше. Человек-то меняется. Вот сегодня так. Понимаю. Дальше так. Что самое удивительное. Мне сразу в один день. Бог дал все что я имею сегодня. Я 51 год. Не упускаю книги. Считаю все сектантские. Баптистские. Адвентистские. Яговистские. Католические. У меня целые кипы. И мое мнение. Первоначально. В первый день полученное. Не изменилось. И только углубляется. То есть. Я не знал в каком году. У них там переворот был. У Мартина Лютера. Когда там появился. Срингли. И прочее. Ну. Такие детальки. Просто совершенно. И вот знаковое событие. Крещение. Для меня. Оно как-то раскрывалось. Но вот. В этом году еще больше открылось. Какой человек бывает при крещении. И какие бывают. Атмосферные явления. Может быть даже некоторые не замечали. Оно имеет какое-то значение. Вот приехали две сестры. Вот. Валентина Сертисон в Германии. Там. Тамара, которая умерла в клочках здесь. Две сестры приехали. Крапит дождик. Все небо затянуто. Вообще. От горизонта в горизонт. Батюшка сводит их в воде. И вдруг. Как будто. Кто-то тучи вот так раздвигает. Над стадионом. Солнечный луч. Все. Крещение. Крещение. Опять все замкнулось. И до горизонта ни одного просвета нет. И обе они. Видите. Какие они ревности. Она в Германии. Там. Она несет слово Божие. Она благовестница настоящая. Ну и сестра в этом состоянии. Она была одна. Проповедовала. Ничего не могли с ней сделать. Она претерпела большую аварию. Там. Операция была. Умерла. Знаковая. Я считаю. Однажды крестят маленькую девочку. А другая стоит рядом. Которая принимает ее. И которая принимает. В момент когда крестят. Она падает в обморок. Но это крещение. Это где-то она упадет в обморок. Еще можно. Там сужение кровеносных сосудов. Там что-то можно объяснить. Но. Это крещение. И вы знаете кто это будет. Главная колдунья мира. Елена Блаватская. Это уже знаковое событие было. Крестят одного человека. Он Капроним. Его потом прозвали. Это нехорошее слово за ним закрепилось. Константин. Ну как Костя Костя. Его в купель только. Он в это время там оправился. Его назвали Капроним Гнойный. Ну по-русски засранец. Как Андрей Кураев объясняет. Костя засранец. И он будет императором. И будет гонительным христиан страшный. Это знаковое явление. У нас было такое. Принимает. Было. Принимает крещение. Нормально. Все. Человек падает в обморок. Объяснять может чем угодно. Я вот был. Да не доедал. Да то другое. Почему ты раньше не упал. Не после этого. Да солнечные лучи осияли. Все. Но дальше покажется проклятие. Проклятие над домом. Проклятие над делами. То есть полностью проклятый оказывается человек. Я знал. Написано благословение. Отца созидают домы. А проклятие матери разрушает. Я подумал что проклинает мать. Но мать детей редко проклинает. Я углубляясь в это дело. Понял. Проклятие. Что мать. Под проклятием. Ее проклятие распространяется на дочерей. Она допустим. Мать учит. Да вы отца не слушайтесь. И они дети поносят отца. Проклят. Злословище отца и мать. Проклят. Проклят. Она против десятины. Двойное проклятие. Проклятием вы прокляты. Вы обкрадуете меня. Говорит Господь. И разрушена вся семья. С детей сняты кресты. Поста никакого нет. И наконец полное отречение. Никакая это вера не православная. Вера православная это не вера. Так сказать. Все полностью. Это проклятие матери. Разрушает дом до основания. Это буквально. И вот когда крестит. Бывает человек. Что-то с ним делается. Я теперь просматриваю. Где у нас уже видео было. И вот. При крещении человек ведет себя. Как принято говорить. Неадекватно. Такое испуганное у него лицо. Он буквально падает. Что это? Я не знаю. Батюшке показывает. Смотри. Ничего нельзя сделать. Время-то идет. Должно показаться. Я никого не называю. Запомните. Не называю. У нас были эти люди. Это было два раза. И с обоими катастрофа. С кем это было. Полная катастрофа. Я этого не знал. Это вот углубление. В это дело. Я хотел сказать. Как крещение надо готовиться. Бывает человек так вот. Ну вот у сектантов. Мы еще раз смотрели. Как они берут. Двое с двух сторон. И вот так вот он ее берет. А здесь руки. Чтобы правая рука была у нее сверху. Он так ее берет за руки. А прокидывается. Бывает двое с двух сторон. Ее вниз. Под воду. На ноги ставят. Выходят следующие. То есть это положение в агропу. Это не крещение в смерть. Сектанки крестят правильно. Вот мы вчера смотрели у баптистов. Центральный молитвенный дом. Центральная церковь в Москве. И 52 человека крестили. Мы все посмотрели. Заглядение. Но крест это прокидывает туда. И который стоит там. Стоит внутри с галстуком бритый. В воде стоит. Который крестит. Но слова произнесутся четко. Верующий, что Иисус умер за тебя. Поверить твоей. Крещу тебя во имя Отца. И сына, и святого духа. Один даже с бородой там на Украине. Веселое, радостное лицо. И как они благочестиво одеты все. Не православные. И они не священники. Это таинство совершает священник. Я когда... Никто так меня не трогает. Как вот это. Православие уже привыкли так. Показывать православное. Я ролики это вытащил. Крещение на первой странице. Священник объясняет правильно. Такое таинство, в котором человек при троекратном погружении, а сам вот так ребенка держит, при троекратном погружении, вот от нога ребенка, и вот так на голову вперед, это троекратное погружение называется. Ну какое погружение? Погружение, ты не знаешь, что такое? Вот откручу, я погрузил палец туда. А не погрузил, ничего нету. Показывает армянская церковь. Это церковь апостольская. На 500 лет раньше они пришли ко Христу. Армяне. Как крестят? Вот такая чашка, примерно вот такая вот, как вот это вот, железная. Поглубже. Подходит девочка, он ей берет ладонь и опускает. Совершенно одета. Одного, второго, руки крестят. Руки крестят. Вот до сих пор руки крещеные. А дальше мокрой рукой, вот так вот обтирает ей лицо, сзади спину ей погладит. Здесь показывают католики. Католики так. Подходит, голову наклоняет, и у нее как бы пипетка такая вот. Раз капельки потепли, все крещеные. Ну Евнух, куда сошел с Филиппом? В воду. В Крестиле много воды было. Близь Енона. На всех изображениях древних и везде. Где князь Владимир Крусил? В Днепре. Явление Христа народу. Иоанн Креститель где крестит? На Иордане. Откуда это безумие полное пришло? Это рождение свыше. У ребенок не рождается, где-то он полностью покружен в околоплодную жидкость. Он рождается. А если воды там бы не было, его бы и не было ребенка. Он из одной воды попадает в другую. Я вам говорю, вы для себя это имеете ввиду. Бывает так вот. У православных так. Христос умер стоя. Поэтому в смерти вот так надо креститься в воде и подниматься. Как Христос, когда опускался и поднимался на кресте прикованный. Если человек не может склониться, ноги одеревенели, батюшка просто ломает в атаку. Были такие случаи. Подумаешь, что это такое. Это упрямый дух. Это непокоривость. Так а что у меня тогда было? Недействительное крещение? Действительное. Но ты-то сама должна себя обследовать. Или ты, брат. Что с тобой сделалось? Батюшка давит, он не может стоять. Вот так по грудь стоит в воде и не может... Я не могу ноги согнуть. Это знаковое событие. Понятно? Вот я смотрю, кто у нас хорошо крестился. Ну, которые остались там другие. Все хорошо. И сестер. У нас была Золотова. Вера Федоровна, врач. Марина Геннадьевна Дубунова. Как она стоит? Остальные просто упускаю из беды. Показываю, как образец. Как она стоит, сложила руки. Отца начинает обтираться. Они не обтираются. Под воду. Мариночка наша ушла. И опять стоит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Рукой не пошевелит. И она стоит перед Богом, молится. Это то, что... Ну, у нас почти все так крестились. Я просто беру двоих, которые заснятые. У которых лицо видать. Вы с кем беседуете? Кто готовится к окрещению? Готовится. Кто не крещен в полное погружение? Нет крещения? Нет. Это обман. Если священник прищищал, а там было не вино, а квас налит. И нет прищищения. Это обман. Это обман. И он венчается. И оказывается, у него две венчаные жены. Венчание это недействительное. Потому что ты обманул священника. У нас не положено четыре жены, как у мусульман, иметь. И поэтому брак твой недействительный. Он расторгается. Таинство имеет определенные условия. правила, которые надо мной исполнять. И окрещаемых говорю. Так, Виктор Андреевич. Пожалуйста. Только просьба. Слух не произносить ни одного слова. Сейчас вы прочитаете. Я попрошу. Это 15-й том. Когда-то было, я сказал вам. Напишите, как вы пришли к Богу. Как пришли в общину. И в то время готовился акт о каноническом признании московской патриархии. Но мужа тогда говорит, что они будут давить под объединение. Как вы на это смотрите? Вот эти три вопроса люди отвечали дома. И ни худо, ни бедно 84 человека ответили. Ответили так, что... Некоторые не верили, что ответили. Вот Мария Барабаш, твой дедушка, он не поверил, что мама твоя писала сама. Он говорит, да ты Игнатий написал за нее. Она говорит, папа. Да он-то Игнатий в Барнауле и одному писал. То есть у людей настолько чистое, здравое объяснение, понятие было, что даже знающие их родственники не поверили, что они уже другие. Так, в конце, здесь где говорится имя, кто фамилия, уже не считать. Вот, послушайте, это маленькое, небольшое. И тоже рядом... Так, я вам скажу, кто дома, прочитайте про себя. Запишите. 2943. 15-й тонн, вопрос 2943. И потом будет 2946, почти рядом. 943? Да, вот оттуда вопрос. Вопрос 2943. Это мне вопрос был, и на него отвечено. Патриархийные батюшки тоже ведут занятия в городе. Не пытались ли среди них работать, привить им любовь к Слову Божию? Это мне вопрос задавали в техническом университете, ну да, уже я там вел занятия. Ответ. Были у них несколько раз. И кто посещал занятия их, и наши, то их уроки сравнивают с кухонными посиделками за чаем, а наши с курсами академии. Понятно, это в сравнении с ними. Это не мы говорим, а их священники. Был такой очень известный священник здесь, царство ему небесное, отец Михаил Капранов. Он сидел когда-то в Агурцовской группе, был арестованный. И там он, как говорит, поверил, что есть Бог и прочее. И наши, когда его не могли люди ответить, а наши были. И он говорит, ну-ка скажите. И он говорит, вот занятия ведут как. Которые люди наши ходили, он сразу и ставил на вид, вот как надо учить. Это Михаил Капранов. Он был настоятелем Никольского собора. Это не мое определение. Цитата. Я ходила на занятия по изучению Слова Божия. Это в кавычке означает, на одна из наших сестер пишет. Закон о Божии в Институт культуры. Занятия проводил отец Михаил Капранов. Учебный год 1994-1995. На эти занятия приходили братья и сестры из Креста-Водвиринской общины. Они приглашали прийти на их занятия в Политехнический институт. Не в общину, на занятия. Это у нас разрешается, мы развешивали. К нам запрещено звать. Предлагали материалы об истинном крещении, о церкви, о священстве, о посте и так далее. Я материалы все брала, изучала, с чем-то соглашалась, а что-то отвергала. Беседовала с ними раза три-четыре. На следующий учебный год мне не захотелось еще раз изучать закон Божий. То есть закон Божий, закон Божий, кожево, закон Божий. Я решила пойти на занятия в Политехнический институт к проповеднику Лапкину Игнатию Тихоновичу. Договорились с ЛП Тарасовой, среди Павловной Тарасовой, пойти на занятия. Она болеет? Сильно помолитесь за нее. Но она по каким-то причинам не пошла. 14 ноября 1995 года я пришла на занятия одна. Первый раз. Занятия до такой степени перевернули мое сознание, что я три дня в захлеб всем рассказывала про занятия и всех приглашала на них. Я про это ничего не знал. Это она написала только, я узнал. Хотя у меня и были сомнения, что возможно ошибочно мое мнение. С каждым последующим занятием я убеждал, что мнение мое о недоверии к занятиям было ошибочным. И что я попала туда, куда стремилась моя душа. Туда, куда стремилась ее душа. Она не находила ответа. Наконец нашла. Это она пишет дома. От занятий у меня только было чувство, что будто я пришла, рот открыла и не успела закрыть, как занятия уже закончили. 17 лет прошло. И продолжительность их была не 2 часа, а 2 минуты. Так казалось. А у нас 2 часовые занятия. В начале января Игнатий Тихонович пригласил членов общины раскладывать газетки на улице Никитина 147-1. Это газеты сворачивает в четверо, чтобы передавать другим, раздавать по городу. Я попросил их прийти, мне разрешили. Я долго за дверью доказывала, кто я такая, ибо я не знала, что надо было прочитать Иисусову молитву. То есть я через дверь днем, у меня полная комната людей, там бывало до 50 человек, и я не допускаю ее, это мое правило. И она не знает, что ответить, я еще спрашиваю, что говорить тебе надо. Я помню, меня тоже не пускали. Мы никого не вербуем, не затягиваем, еще раз говорю, она уже пришла, уже готовая, еще за дверями будет стоять, и я не открываю дверь, я опасаюсь ее. Потом я попросилась на богослужение на беседу с отцом Иакимом. О, попросить, а тогда мы открываем. Она попросилась. Я сшила себе длинную юбку, два платка и пришла на богослужение на улице Никитина. В марте написала заявление на крещение. Я была крещеная, но как? Не знала. Когда я поделилась сомнениями с мужем, он рассеял все мои сомнения, сказав, ну кто тебя погружал? То есть погружения вообще нигде не было, и спрашивать не надо было. Вообще не было нигде. Если и крестили, то точно без погружения. Это муж ей ответил так. Тут уж я твердо решила, надо креститься. До крещения такой был страх, что я умру без крещения, причастия, покаяния и пойду в ад. Вот, понимаете, какая душа, какая ревность у ней была. Дальше. 7 июля 1996 года я приняла крещение в озере поселка Потеряевка. Пока не вошла в озеро креститься, я не верила, что меня покрестят, потому что я еще не готова. Грешная и недостойная этой общины. После крещения стала членом общины. Слава Богу за все, что я думала об объединении. Нас будут гнать, ненавидеть и запретят. Но я пойду за общиной. Все, да? Да. Дальше следует. Все, понятно. Дальше мои слова. Координаты. И Слово Божие. Пропусти. Вот это дальше. Мои. Это Слово Божие что говорит. Евреям 2.12. Возвещу имя Твое братьям моим. Посреди церкви воспою тебя. Путь к нам открыт. Мы напротив их силы и связи с властью. Мелкая рыбешка. Захария. 11.2. Я пишу после нее. 11.2. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы вассанские, ибо повалился непроходимый лес. Когда я писал вот это, что здесь написано, 17 лет назад, у каждой, который писал, кто обращался, я что-то из Слово Божие писал. Но я же не знаю, что такие события будут. Это душа, которая писала, нуждается в помощи. Мне передают, что душа это будто бы сказала так. А я не в церкви, я буду ходить в другую церковь. Она не в церкви, значит, не крещеная, души ее Бог не касался. Ну и все проще, это не существовало. А как определяешь? Ничего, даже разговор, разговор уклоняется. Было только добро. Церковь определяется рождением свыше, полным крещением, молитвой, милостыней, постом. Такой общины, чтобы все до одного соблюдали пост, вообще нету нигде. У православных это вообще, даже любой с улицы заходи, исполнял, не исполнял, там, ну, священник накроет им петрохили. Второе, милостыня, молитва. Молитва, ну, что-то проверить нельзя, но молятся все, приходят. И чтобы так выходил священник, крестом к народу, Евангелие считал на русском языке, деяния послали, все считается на русском языке, на стенах евангельские тексты. Такие занятия мы там вели. И кроме того, вы знаете, что у нас в храме считается проповедь святого Иоанна Златоуста. Более двухсот проповедей в год. Более двухсот на русском языке лицом к народу. Какие еще тебе занятия-то нужны? А вот я не знаю, тут нам не говорили что-то там про богослужение. Богослужение объяснять почти не надо. Потому что все объяснено у Иоанна Златоуста. Тем более, что входит в богослужение? Подготовка к окрещению, катехизация. Да больше чем у нас нигде не говорится. Книг 38. Толкование толкового Евангелия. Милостыня определяется. Ну, я не о счастном порядке говорю, поэтому скажу. Вы знаете, кто к нам приезжал за милостыней? И они говорят, сбор идет по всей стране. Но больше вас никто не помогал. Вы помните, библейское общество у нас всегда измерялось все значные цифры. Хоть к отцу Даниилу Сусоеву, хоть сидел, когда Константин Душенов. Устанавливались связи и курьеры туда отвозили. Мы не по почте передавали. Это просто перед Богом сказать. То есть определять, что мы не православные, никаких параметров нет. Вообще никаких нет. Кроме того, мы к себе не зовем. У нас полностью Златоуст, насчитанное житие святых. Бери, считай. Но однако Сатана подкараволил и все. Что это? Закричало скрещение. Заново начинаю я просматривать и вижу, да, там была заноза. Поэтому, не зная, как, помолитесь об этом человеке. Человек потерпел катастрофу. Еще один, второй, который есть, я даже не буду говорить. Он обо своем обращении, 84 человека писали, самое большое по размеру. Его у нас уже нету. Недели нету. И человек, когда считаешь, где он только не был человек, там и у эговистов, и какие-то там названия, снегуны, причинники, чего только не было. Дьявол таскал и таскал. Обычно такой порядок. От православных отделились баптисты. От православия идут баптисты. Но чтобы от баптистов адвентисты, но через православных к адвентистам, это уже через одно перепрыгнул. От адвентистов и эговисты. Так вот у нас была и перепрыгнула туда к эговистам, через два хребта. И вы знаете, сколько слез было пролито, и говорит, и человек вернулся. Вернулся, побыл несколько лет, и вдруг уже две недели его нет. Он говорит, а я буду ходить в свою церковь. А какую? Ну там где-то, какой-то, Андреевская там или какая-то. Это уже мне передали, уже все. Это уже моя там церковь. Ни одного дня там не был, это моя церковь. Это не соответствует действительности. Тем более, я говорю о людях добрых. Особенно вот о второй. Она мне помогла так, как, может, никто не помогал здесь. Создание этих книг. Человек отзывчивый, добрая душа, везде поможет. Не бодрствовала. А что в нем? Упрямство. Своеволие. Не покорилось. Шею не может наклонять. Своё мнение где-то дальше. Такие люди, женщины, как правило, не покоривая мужьям, на 100% уверенность. Или разведенные несколько раз. Потому что зло выборочно не бывает. И зло не только здесь. Вот у нас было не покоривая, вот щи шторки. То я всегда говорю, передавайте ей привет. Она хорошая. Но покорности никакой не было. Она потерпела полный крах. Всё. Мы лишились фактически двух сестёр. А предупреждения были. И куда? Одна говорит, а я в Московскую патриархию в такой-то храм. А в Московскую патриархию переходить нельзя. К истинному православию там есть такой заголовок. Я перехожу в Московскую патриархию. Нельзя переходить туда, где нет членства. Там дверь открыта, зашёл, ушёл, 100 лет тебя нету. Всё равно тебя отпоют. Лишь бы хоть мочён был, скажи, я крещён был. Причастят любого. Это колёсное христианство. На коляске привезли крестить. Приехали на Кадиллаке, на Большом повещались. Ну и катапалл привезёт хоронить. Всё. Патриархию нельзя переходить. Мусульманство можно переходить. Там надо прийти, обрезаться, принять ислам. Назад тебе ход уже не будет. Мусульман только под нож. А здесь можно свободно. Вы хорошо слышите? Да. Первая фраза, которая произносится в Удмень. На 15-м криптом положите. А у нас одинаково. Что там, что здесь. Вот вспомните, уже уходили и говорили. Первая фраза. То есть сатана, прежде всего, должен убедить, усыпить бдительность. И, как говорит апостол Павел, если ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. И потерять первую любовь – это страшно. Её нужно всё время возгревать. Братья и сёстры. Вот просто тревога, тревога за каждого из нас. Потому что, если мы не будем вдеть, если мы не будем думать, стою ли я. И как стою. И вот эта первая фраза, если возникает она. А у нас одинаково. Что там, в Московской Патриархии, столько лет нам говорят и убеждают нас в этом. И мы ещё не убеждены, что это разница великая. И нельзя говорить, что одинаково. То, как только ты сказал, произнёс эту фразу, что у нас одинаково. Что здесь, что там, уже сатана тебя зацепила. По учению, по учению мы одинаково. Но отношения к делу разные совершенно. У нас всякое сексуство с властями намертво запрещено. Я сегодня большой посмотрел ролик. Ну, против его ставят. Тут он, его Баранов Михаил, бывший монах Григорий. Отрёкся, он близкая рука, говорится, Недзорова Александра Глебовича. И он со всеми беседует. Там и с митрополитом его, и с Севолод Щаплин там его принимает. Из них составляет ролик, показывает. И далее выступают разные учёные, православные. За то, что во все структуры власти влазит, в патриархию ждёт крах полный. Вместе с властью. Они связаны намертво. Что за нами они гоняются, за библиотеком, они ответят по полной программе. Связываться с ними, это идти на смерть. Заключить условия со смертью, сейчас расскажу. Одинаково? Да вы найдите такое, чтобы в храме были надписи. Вы найдите так сегодня. В Барнауле много храмов в Алтайском крае. Где выходит священник, простое, и считает Евангелие всё на русском языке. И что все до единого имели правильно православные хрещения. Что все до единого постились. Ну найдите, мы познакомимся, узнаем, как это. Одеты были по форме. А это сразу человека, говорит, централизует. Вот юрист у нас сидит, и он знает прекрасно, сколько лет, допустим, я не знаю, ошибусь, может, 10 лет назад, на вскидку говорю. Ничем судья не отвечал. А сейчас одевают в подрясники, по форме заходят. Зачем? Другое отношение. А до этого, я суды-то хорошо знаю, много судился, ничего не было. Зачем сделали? Зачем в армии везде форма нужна? Любая. Она тебя привязывает к какому-то обществу, показывает, кто ты есть, и ответственность накладывает. Там ничего нету, проходной двор. Вот, несколько недель назад я был в Покровском соборе. Люди вообще ничего не знают. С кем не заговорю, а зачем это надо, батюшка? Батюшка привязал себе, он заменил отца и сына и святого духа. У нас-то ведь не так. И говорит, что одинаково, пойти туда, у нас не очень... У меня была одна знакомая душа. И она встретилась, и я ее послал сам в Россию, там познакомиться ближе с пятидесятниками, чтобы быть. И они ей мозги свернули. А они на духе святом. Говоря не языков-то. И она мне уже пишет, вижу пятидесятнические письма. И вот тогда у меня было первое страшное потрясение. Молитва. Молитва, знаете, как аларм называют. Молитва непрерывной тревоги. Вот мне нужно за гвоздями идти, а у нас реконструкция города. Я иду через лице полосу. Я упал, и сколько там было, я не знаю. Я из слез не выходил неделю. И она вдруг не понимает, что с ней там стало, случилось. И она, я домой поеду, домой поеду. Они уже ее считают совсем. Она сняла крестик там свой, зарыла муравейник. Все. А я ей о духе святом не говорил. А ей мысль пришла, она о духе святом не знает. И она вернулась. Вернулась? Не охота сорвноваться. Вернулась. Я благодарен Богу. Бог услышал. Благо человек недалеко, рядом. Вот как делает Господь. Поэтому у нас совсем другой подход к делу. Вы чтобы знали, о чем нужно будет молиться. И вот еще такое дело. У нас близкий человек был. И уже уезжает от нас. Почему? Хочу быть рядом с отцом Геннадием Фастом. Там рядом. Погода другая, там то другое. Человек здесь был нужен. У нас один из самых близких людей. Это уезжает туда. Полностью разошлась с отцом Геннадием Фастом. Перешла в какие-то подпольные. Человек этот работал всю жизнь. Они ее убеждают. Паспорт не нужен. Она его выбрасывает. И на ней она, это враг. Она его выбрасывает. И ничего нет. И она теперь за счет того, кто подаст. Ну подаст опять тот, кто паспорт имеет. Это обман. Там Абель такой монах разъезжает. Волк лютый. Вторая здесь тоже появляется по тем же именем. Тоже ИНН. Паспорт не надо. Пенсию получать не буду. Так или и так. Кто у нас такой есть? Ну-ка скажи. Есть такие у нас люди или нет? Которых тоже сатана зацепил на крючок. В нашей общине бояться ИНН. Это значит, он ничего не знает. ИНН это только числовой знак. Которым нас определяют там. Тавро, которое ставится на скотину. По номерам определяется. А как? Тысячу скоток. У каждого свое. Как определяем страницы в книге? В моих книгах везде 666. Везде страница 667 будет идти. Это не знать писания. Антихриста нет, а печать его есть. Это в уме или нет? Антихрист 3,5 года будет подготовку вести во всем мире. После мировой войны. Когда страны этой не будет. Ничего не понимают. И такую муку на себя взяли. И никого теперь они не хотят слышать. Я говорю, понятно? Получите паспорта. Получите пенсию. Если можете, работайте. Не дурите. Я не могу ничего сказать. Относительно ИНН высказано все. И анкрестьянки. Все об этом сказано было. Об этом в священном начале патриархии открыто высказалось. Это подготовка идет. Это подготовка во всем. Электричество. Это подготовка к Антихристу. Компьютеры. Все, что у нас есть, это подготовка к Антихристу. Почему ты решил против этого идти? Но тот паспорт зеленый был. Позеленеет в глазах прямо. Да какая тебе разница? А он зеленый был. А этот красный. Это паспорт. Это бумага. Я прошу, помолитесь Богу. Я вас не заставляю. Если не трудно, подойдите ко мне. На этом сатана ловит человека. Он ведет ложным путем. Все силы уходят на борьбу с несуществующей опасностью. А живет во грехах упрямство. Ноги не может согнуть при крещении. Это ни во что ставится. Я понятно говорю? Крещение было действительно, повторяю. Действительно. Но упрямство твое едва-едва не сорвало все. Как батюшка сумок только, кажется, сломать, наклонить. И за этим начинает выявляться несоборный дух церкви. Кому дошло, о ком я говорю, подойдете ко мне. Переспросите, если что-то нужно. Так, сестра. Татьяна, я к тебе. Ты записывай, кто болеет. Заболели вы, говорит, Третьякова. Заболела, я не знаю, маленькая девочка там или Акелина. Или Агафья. Акелина. Акелина. Он-то, значит, почему не пришел в церковь? Вот это абсолютно недопустимо. Юля заболела. Нет, Юля заболела, у нее температура высокая. И Акелина заболела. Хоть кто заболел, это рядом в городе. Он позвонил утром, предупредил. Повторяю, этого делать нельзя. Поставь рядом ведро воды и собирайся в храм иди. Не играйте на больных. Нельзя отойти от того, который сумасшедший. Он без тебя кидается в окно и где-то что-то. Не играйте этим. Доверься Богу. Тебя сегодня нет и он какой-то, уфиешка была. В дурном и квартире. Юля попросила, его Юля попросила, чтобы он остался. Вот это и есть. Тольюбе жену более, чем меня. Не достоин меня. Я знаю это дело. Пусть она просит. Это ее дело. Это слабость женской природы. Приезжает к нам священник. У нас завтра служение. Он от патриархии приехал. А у меня домой там жена рожает. И что ты ее будешь? Акушер какой что ли? Без тебя нельзя было зачать. А родить постарается без тебя. Вот поп не знает, главное, где мужчина. Нужен. Не надейтесь на сам себя, что от меня что-то зависит. Мы молимся так. Если наша поездка не нужна, брось перед нами Альбрус. Чтобы нами переехать его. Но пока все складывается, в любом случае мы уже готовы поехать. Мы эту неделю складываем книги, подписываем. Так что вы, мои помощники, практически почти уже не придется ничего делать. По поводу болезни. Я уже неоднократно говорил, предупреждал. Братья и сестры, не играйте этим. Это огонь очень опасный. Потому многие болеют, что мы под болезнью скрываем свое нежелание идти в храм. Молиться вместе здесь, в общине. Так, теперь смотрите. Вот это лежат у нас книги. Я запрещаю проносить даже стакан, когда здесь у нас трапеза бывает. Теперь раскладываем книги. Там шкаф. За книгами стоит вот эта полная бутылка. Хозяин ее кто? Да мало того, стиральный порошок наполовину выбранный там стоит за книгами. Пролитая бутылка, это у меня... Вы понимаете, что это за цены? Вот трехтомник, это 75 евро. А это десятки книг, куда она попала-то? В шкаф, где раздеваетесь, вот на этом уровне полка, как заходишь сразу налево. Кто поставил? Была записка, какая-то Валентина, ну не знаю, Варламову что ли. Ну кто такая, не знаю. У вас таких и нету. Она там ничего не скажет, если их поставили. Совет какой, Даша? На, бутылки верни. Ну это святая вода. Насвященная, наверное, вода. Насвященная. Не знаю, куда, поэтому такое место не попираем и ногами, за храм там вылет, и она в воду уйдет. Я прошу не приносить сюда вещи, это же не помойка какая-то. Если кому-то надо помочь, спросите, надо или не надо. Притом, поношенное себе оставь, а не щини. Грязное, нижнее, все приносят в церкви, мы были в Покровском соборе, приносят доливщика, нестиранное, ну кому это нужно? Я вот у баптистов был, у них тогда получали Евангелие, ну и означает, они тогда, которая замызганная, своя заслюнявленная, вот так вот листают, когда. И она кому-то дает. Сохрани Бога. Я считаю, это не уважение ни к Библии, ни к самому себе. Это твое, ты привык к каждой здесь запятушке, к каждой помарке. Ты дай человеку такое, чтобы этикетка на этом была. Давать надо, а лучше не давать. Не знаю, лучше или не лучше, я не могу сказать, но я знаю, что давать написано, лучшее нужно. Если ты принесешь Господу, говорит, хромое, косое, князю понравится ли ему, а пророк его спрашивает. А Господу приносите что? Все, пришел и стоит, позевает, да, ноги поджимают. Так, Михаил Петрович, ты мой дорогой, я тебе все это поручаю, дом, братья, чтобы здесь с 27 мая помогали дежурить, на один день не оставлять, приходите дежурить, это обязательно. Большая территория, мы на виду и прочее. И голуби, чтобы дай была, ты просто другим покажи, где и как. Ключ должны только те, кто ночует здесь. Можно ночевать здесь, а можно, может быть, там заходить, мы-то там живем. Ну, просто необходимо заранее сказать, мало ли что будет. На этой неделе, вот мы едем у второго, очень важный момент. Помощь. Я думаю, даже обязательно поехать с книгами, и когда получим, я тогда сделаю подарок в консульстве Германии и в консульстве Великобритании. Ну, если где давали визу, я всем подарил книги, где ушной аппарат дали, подарил, тут тем более таким людям. Это мы сделаем. Так. Ну, почти можно сказать, все. На день деревни, вот у нас просятся потерявку, вчера, позавчера, разные люди просятся. Я еще ни одному не дал разрешения. Одинокие. Одинокий прижиться не может, это не городская квартира. Он один здесь будет. Там все надо, тебе пила, думаешь, чтобы работал, а ты один. Корову ты не заведешь. Это косить надо, ни техники, ничего. Это не важно. А, вы закрылись. Ну, нереально. У нас были, мы делали, открывали двери для одиноких. Ну, он не может еще сделать-то. А помогать у каждого свой дом. Это вот никак, обязательно надо было. Так что, если дети есть, в лагерь дверь вам открыта. Поближе ознакомиться. Вот так. Сегодня, я гляжу, девочка была, прям на платье наступала. Ей поднять что-то она подергивала. Чтобы она только до сгиба ноги, нога сгибается где, это доставала здесь, крепко завязать. Она все время стояла на службе, и ух, господа, и так. Просто посмотреть надо детям. Так, вопросы ко мне. Уехала. Если нет ничего, я сегодня озвучу одну фамилию вам. Мы были во Фрунзе. И там был в обществе научное знание один еврей. Игорь Перин Борис Иосифович. У меня сохранились записи. Я везде все записывал. Теперь их, может быть, и ни у кого нету только. Очень умный еврей. Громил баптистов там, к отделеным везде проникал. И все у него было на месте стоять. Я встретился и один раз с ним поговорил. Я сразу определил, где у него границы, где можно с ним разговаривать. Некоторую тему можно закрывать. Он знает больше нашего. Но за него молились. И он болеет. Ему делают операцию. Не помогает вторая. Сейчас я не могу сказать, сколько, но 18 с лишним операций. И теперь он на больнице сидит там. Баптисты его хрестили. Он с баптистами-то воевал больше всего. Теперь сидит баптист. За баптистов везде там ведет, ну не агитация, это прямо по Слову Божию все приводит. Это настолько удивительно. Ну, я кого знал, ну мало таких, которые его работа была, хлеб, бороться с религиозными предрассудками. Притом евреи, другая нация, другая культура, как говорят, все. И он сидит на койке. Где-то у меня о нем где-то есть. Я могу сказать в каком томе. И это приехал из Германии баптист, баптист Кушенарчук, Иван Данилович. А он с ним больше всего и воевал. И через них я это и узнал. Так что те люди, которые у нас ушли, а они ушли, может быть, даже и не знают, что, а они никуда не ушли. Мы остались с ними. Тем более люди, которые столько добра здесь поставили. Вы о них усильте молитву. Я повторяю, никого не называю. Усильте молитву. Те и другие, о ком я говорил, это хорошие люди. Хорошие, но сатана посмеялся. Причину нахожу в своеволе, без советия, в самомнении. Вот думаю так, и ты мне сразу спрятался, и все. Это не годится. Христианин открытый человек. Что-то не так. Вот я перед вами все говорю. Вот мы боялись, Шенген мне откроют, как раз с патокарточками, а то стали назад. Место двух недель нас вместе с СЭЛой открывали. Но нам открыли. Теперь вот ехать в фотографии, нужно там, видимо, будет делать. Мы уезжаем, Витя пригонит газель, и на газели мы погоним туда. А уже как только все это оформлено, так сейчас подготавливает нам место базы, где-то в Калужской области или Смоленской, где-то там. И туда мы должны отправить опять деньги, конечно, деньги немало. Это контейнер литературы, на место довезут. Даже 3 700, это почти точно, а может 3 750. Вопросы? Можно, да? Давай. Я не буду уж надевать аппарат, мне везде удобнее сказать. Я хотела сказать про одну из сестер, которая ушла. Кто? Из сестер. Мы имена не называем. Не называю. В общем, с ней начались изменения после того, когда она стала постоянно работать в интернете. Да, я знаю. Сразу пошло дикое раздражение абсолютно на все, особенно наше собрание. Да, я знаю. И вот, значит, я так думаю, что может быть кому-то не полезно работать. Нет, я знаю, с кем не полезно. Я не буду называть, тоже не буду называть, но скажу. Она знакома с человеком, который пришел из баптистов, а те, которые приходят из баптистов, из старообрядцев, ему хоть и с кожи вылез. Ему надо теперь доказать, что он святее Папы Римского. И у нас по скайпу с этим человеком на несколько человек, четыре человека прицепилось, там одновременно идут это. И он начинает говорить, и для него все сектанты, где он был, это все церковь. Я говорю, это не так. Церковь там, где есть священство. Его как сорвало, как он понесся, да это иеретик, да то другое. А до этого хорошие отношения были. То есть, это тоже нужно было, а она с ним близка. Я знаю, откуда ветер дует, мне то есть нельзя говорить об этом. Я уже давно, целенаправленно в ворота небесной отчизны стучу. И ему ничего нельзя сказать. Он из друзей вылетел, а потом попросился опять, он видит, что ничего нигде нету. Я знаю, откуда это. Это что я молчу, это не говорит, что мне это неведомо. Я другим щитьем ощущаю. Там болит, болит, у меня начинает болеть. Если говорит евангелист Иоанн, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Отсюда вывод, нет больше печали, как те, кто отходит от истины. Разделяли искренние беседы, ходили в дом Божий, говорит, и сделался из друга врагом. Но они никогда, никогда не смогут забыть то, что имели здесь. У них ничего нету. Ну, заходит одна наша сестра, потеряю, с которой мать разрушила все. Ее девочка здесь. Она заходит, она уже у баптистов сидит, все раздета, сыночка, все уже, все. Но они, оказывается, и к баптистам не перешли. То есть, к баптистам ходят, но мне уже передал батюшка, нет, они между собой, которые скучковались, они не знают, как себя назвать, ну, все-таки там два человека, не считая детей. А дети-то плетутся куда угодно. Там только ворота раскрывают с детьми. Дети вольные, пять девчонок. Ты знаешь, что там бывает. Там охрана, да, охрана нужна. Охрана нужна. Отец, говорит, потеряем покой и не показываем веселого лица. Я знаю, что, у нас такие в деревне были, они, говорят, подолы не успевали замывать. Так что, молись. Я благодарю сестра, что ты знаешь, но это, это реально. И в интернет, из-за того, что она неправильно пользуется, ей не полезно. А в интернет тебе не зачем лезть, и только считай полезное, что есть. Вот я, патриарх говорит, хорошие проходи, я все перетащил, они у меня находятся. Выступает Осипов, у меня проходи, Кураев, его проходи, Дмитрий Смирнов, его проходи в нашем форуме, все компактно. Интернет, это чудо. Одно из самых дивных чудес. Поэтому, все должно быть честно, по-честному. Я говорю, что тот материал, который мы сделали за 11 дней, Володя записывал, его нет нигде в мировой сети и не будет никогда. Полностью, 12 томов жития святых, полностью, я рассматриваю во свете Библии. 83 ролика, меньше полчаса нет ни одного. 83 ролика мы выставили за 11 дней. Представляешь, что такое? Этот материал вы можете там брать. И люди там берут. Новые люди находятся. Православные. Некоторые сектанты пришедшие, руководители сектантов. И они через наши книги находят Бога. Я им высылаю сейчас книги. Они все платят. Я 10 лет был пресс-фитером, тут таких-то называют сектантов, харизматов. От харизматов приходят вообще удивительные. И приходят не рядовые. Так что, все оправдано. Люди, которые у нас были, я один маленький момент хотел сказать. Тут я уеду и не вернусь, чтобы знали. А у них там нет епископа. Как нет? У нас епископ есть, а он написал так. На нем пашут. Он не сам сказал. У него выхода никакого нет. И что он сказал? Да что, неужели не догадываетесь? Иоанн Кристианкин был такой. Мы подходим на дверях, приема нет, не стучать. Мы стоим, три брата, уткнулись, постояли, никого нет. Мы развернулись и пошли. Когда мы уехали, нашелся человек, говорит, а почему вы не зашли? Я говорю, ну написано. Да это специально написано для КГБшников, что он никого не принимает. А кто знает, ему условный сигнал дадут, он откроет и победит. Ну откуда бы я знал, хотя бы ссылка была какая-то. Ну я бы стучил, он оттуда вылез бы, а то и сказал, тебе что, непонятно, баран, куда стучишь рогами? Ну написано надпись, я по надписи сделал. У нас-то так нету. У нас все открыто, как в мире говорят, простодырые. Мы даже для КГБ неинтересны. Если они у нас будут заниматься, они будут все православными. Если они нас будут слушать здесь. Давай, Сергей, что-то хотел сказать. Написано, молитесь за начальствующих. У меня просьба помолиться за администрацию Ленинского района. Ситуация такая. Я взял заброшенный стадион и стал там благоустраивать площадку под занятия спортивной дрессировкой. Администрация ожесточилась, присылает полицию, то есть там, ну, выставила эту землю на торги и вроде, ну, кто больше даст. А земля должна быть, ну, целевая направленность. То есть там был всегда стадион. Сейчас на этом стадионе пьют пиво, молодежь собирается. Я вот, вот, был там, мамки с колясками, вот, человек 20 с колясками, и все пьют пиво на этом стадионе. И администрация мне не хочет никак не помочь, а просто мешает, чтобы я там занимался спортом с собакой. Помолитесь просто об этих людях, которые посылают, вызывают полицию, постоянно меня там, ну, вымогают деньги и заставляют убирать, что там я там. Так, Татьяна хотела что-то сказать. Я хотела всем поклон передать. Звонила Валентину Хапилину из Казахстана. Всем поклон передает. Молятся, они даже хотят что-то маленько собрать, вот, Игнать, и утихнуть помочь на поездку. Шесть человек их там собирается, ну, занимаются занятия. Так, хотелось, чтобы помолились за Лидию Павловну, она очень больна сильно, и за Фрося, и за Нестора. Фрося там, что вы нас объяснили. Фрося чай сама себе наливала и опрокинула в кипишок, да, прям на ногу. Куда? На ногу. А Несторка без благословения, без разрешения убежала с дома и наступила на гвоздь. Сиди дома. Что? На гвоздь наступил. На гвоздь наступил. Ну и болящих. Мы сейчас больные стали, мы двигаемся, доходим. Слава тебе, Господи, убери. ну, совсем прям помирать собралась, а вот пришла сегодня, слава Богу. Не хочу сказать, что вот за сестерой Игнатий Тихонович забеспокоился, ведь сестры верующие, крепкие они, в общем-то, и были, и все, они наши, и они, ну, как, не отошли от нас. Ну, вот постом, я не знаю, нас, даже этот человек тянул нас в храм, как говорится, прямо, и мы ходили, ну, прекрасно все. У нас нет, вот когда мы постом, у нас нет батюшки, и как-то мы, как бы, в стороне остаемся. вот, ну, чтобы это, как говорится, совсем не увело этих людей, от нас совсем. Молитесь, нам сильно за них молиться. Очень хорошие были прекрасные сестра, и помогающие, и все, все делают, и, ну, я не знаю, слез не хватает. Может вернуться еще, помоги. Так, я не закончил мысль, которую говорил, вот, я выезжаю, и в это время может умереть батюшка. Это один из вариантов. Мы это говорили еще, когда акт о правительственном общении не был принят. Мы говорим, на нас это никак не отобразится, никак. Мы были, так и будем. А при счастье в любой храм открыто, мы же признаем благодатность московского патриархата. Все очень просто. Десятина также платится, батюшка, вот видите, крышу перекрыл, везде. Здесь, значит, церковный совет будет тогда решать, где причащаются, там священникам будут относить, ну, так как это будет и вместе, если где-то бывает. Из этих, тогда мы на содержание берем это. Я деньгами не прикасаюсь и не вижу. Вот и все. А если они скажут, а можно к вам прийти послужить? Мы на эту тему можем поговорить с местным архиереем. Да, можем, но мы остаемся самостоятельной общиной. Никакого на нас давления, ни притеснений быть не может. Мы состоялись и мы, патриарх об этом говорил, они просто упустили из вида. Индивидуальность, это многообразие приносит свои плоды. Нас не будет, вот которые я называю сотни, тысячи людей. Это не просто тысячи, а только на ютубе 300 тысяч. 300 тысяч, это не два человека, это посетители. 280 только, или сколько, 380 подписчиков. Так, выход? Даже никакого выхода нет, мы как были теги. С Марией египетская 47 лет не причащается, ничего. Это признание благодатности священства, это как раз и входит в самое главное. А если бы не пришел Зосима, без причастия спасла, у Бога все известно. А то он ее нашел там через 47 лет. А сколько таких было, которые ни разу, нигде не встретили, церковь не пришли. Но они не отрицали благодатность церковной иерархии. В этом заключается. У нас Иларион, его упоминают, приезжают к нам епископы Московской патриархии, епископы. Максим был, Сергий, служат также. И мы приходим, и когда был ептихий, наши все дети пошли там, причащались. Вы уже помните, как это было. Так что на нас это никак не повлияет. Но кто-то хотел бы на этом сыграть. Не будет батюшки, но и все. То есть, один из вариантов такой, что у нас может быть священник, рукоположный кем-то из них, и они рукоположны. Но мы заранее выговорим, что никакого диктата над нами не будет. Никаких их уставов, руководства общины, что они приняли совершенно беззаконы, из-за чего Георгий Титов ушел, вот Андреевский. У нас этого не будет. У нас все зарегистрировано, мы официально имеем статус, в котором не предусмотрено, что без священника мы исчезаем. Мы остаемся те же самые. Мы слишком богаты. Поэтому мы делимся. И для них самый неразрешимый вопрос в патриархии, что вот я еду до края земли с братьей и книги дарим, и где только бы мы ни были, и всех до единого направляем в храмы московской патриархии. Мне сейчас такое разгромное письмо пришло с Украины. Вы что делаете? Куда вы людей направляете столько труда? И они правы. Там Путина проклинают до десятого колена. И людоед, и фашист. Зачем это нужно? Мы должны только молиться. Я никого не могу проклинать. Не проклинайте, а благословляйте. Тем более евреев. Вопросы какие? А как? Вернее, как было, так и есть. Мы дорогой берем справку. Батюшка распишется, что мы не на отлучении и можем прищищаться в любом храме. В любом. В любом государстве, в православном храме. А если не будет, прищищу у католиков, у Григорина, армян. Если никаких нигде не будет и нас захватила смертная нужда, мы признаем эти церкви. Только пять. Копты и сирийцы. У них рукоположение это апостольских ребенок. Это не... То есть ереси везде хватает. Неправильно они крестят, ответят за это. Но это настоящие священники. И когда они приезжают, они служат здесь. Я помню, тогда семинаристы были какие-то в коптской церкви, наверное, так интересно поют. были здесь. Я говорю, это на то, что если, если подойти и благословиться, если бы католики были, я смело подойду сегодня же. Почему? Мы признаем их благодатность. Но в таинствах мы не участвуем. Я говорю, что смертная нужда, когда нигде православных нету, а я едва дышу, я скажу признавить его, я его признаю. Так у него по-другому там где-то... Это он перед Богом. Я верю. По вере моей будет мне. У них тысячелетия, две тысячи лет. Католики две тысячи лет. У православия только тысяча. Ну, местная в России имеется в виду. Кто-то православие полное от апостольских времен идет. Григорий Армянский а там в четвертом веке. Оп-то другое. Да, вопросы. Григорий Тихонович, можно еще, можно спросить у Насти, на какой стадии у вас сейчас строительство идет? Веранду завтра должны уже перекрывать стропила. Стропилами и будут уже закрывать. То есть уже сруб вокруг веранды готов. Как только веранду у нас заканчат, мы туда переезжаем, рушим внутренний дом. Сейчас у вас еще какие проблемы? Скажи, чтобы мы уже немножко были в курсе и собирали там. Слава Христу, пока стройка идет, пока денег и есть, все есть. Слава Христу. Слава Христу. Теперь только наши молитвы благотворят. А еще пока не разрушим внутренний дом, ничего. Дом внутренний еще не разбирали. Нет, еще не разбирали. Еще один вопрос касающийся будущего. У нас как бы не принято, но так принято. Каждый день не причащаются. Принято только в посты и на День Ангела. Получается 4-5 раз. Может быть меньше, но не меньше одного раза в год. Если человек не причащается в течение года, он сразу автоматически переходит в число оглашенных и с батюшкой пусть разбирается. Мы не будем допрашивать. Как правило, это грех. Сделанный грех. Человек отчуждается, но бывает еще некоторое время он держится. Кто давно не был на причастии, это жизнь. Вы чиститесь еще где-то и может быть вам хорошо, нравится, но подумайте о будущем. Кто не причащался, кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни. Без причастия нет жизни. Хорошо расслышали? Я еще раз говорю, я никого не называю, вы просто знаете, но у нас оказывается есть такие люди. Я не внимателен. Да еще есть такие люди, за которых я был поучителем. Вот что мне это в поношение. Я молюсь, но просьба отказать. просьба неудовлетворена. Ты должен сам сделать что-то. Ян Златоус говорит, не я, не Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Бог отвечает трудящемуся. Поэтому перешагните это. У тебя эти пятиемья будет. Ты согрешил, ты впал в какой-то грех. Подойди к батюшке, не когда-то, а сегодня, пока он здесь. Он наложит эпитимью. И ты ревностно выполняй, и ты вернешься в число людей, живущих во Христе в церкви. У церкви на все эпитимья. Есть эпитимья, до 30 лет отлучения было. А за что это? Когда было гонение, и некоторые христиане шли на поводу угонителей, и сами разыскивали, помогали найти верующих, которых казнили. Ну, преступление это действительно в советское время или у меня расстреляли бы сразу. Но у церкви канон 30 лет. Ну, и он может быть, как говорится, скостить его при больших слезах, при ходатайстве многих, которые сами сидели, вот я имею право одна треть может сняться, то есть 20 лет. Меньше ни дня. Каноны нужны, без канонов просто слепые мы. Если я говорю, что есть каноны, которые не определяются Евангелем, это означает, они нас не касаются. Это касается епископов где-то. Что касается нас, все данные каноны мы стараемся исполнять. Так, вопросов нету? Поблагодарим. Ангелы пьешь? Ангелы пьешь? Наши благодатни, чистая Дива, радуйся, Ипаки реку радуйся, Твой Сын воскресе три дня и над гробом, и вертвые воздвигновые люди, веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богу, Господня, на Тебе и львы, львы, ныне, и веселись, а сегодня ты же чистая красу, и вся Богородица, а в остании Рождества Твоего. Милосердный и любящий Бог наш, слава Тебе. Как Ты велик и всемогущ, Ты радуешь сердца нашим Твоим присутствием, что Дух Святой Утешитель утешает среди самых невероятных происшествий, как и бывает с нами, слава Тебе. О чем мы рассуждали, выправи, и не покиня эти души, они все перед Тобой. Найди их, Господи, припомни добрые дела их, наставь на пути истинный, научи нас ценить то, что Ты даровал нам это братство, единение в Тебе. Хвала Тебе. Ты единый вечный Бог и Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приснан и во веки веков. Аминь. Мы всегда после Пасхи переходили на вечернее богослужение на пять часов. Следующее богослужение в пять часов вечера. Утром в обычном. Когда, Вальчика? Через неделю? Субботу. Следующую. Я сказал, в субботу я буду здесь. Субботу в пять часов. В пять часов. Вечерное богослужение в пять часов. Давайте раздельем. Давай, бери, щепотечку. Вы когда едете, пока не ели, еще натощат. Любовь Петровна взяла эту бутылку себе, пожалуйста. Не среди же книг поставите меня. А что брешься? А что брешься? Спасибо.